Волосы у тебя ровно, и мы начинаем. Ребята, я поздравляю, вы стали бронзовыми призерами финала Кубка России. Хорошо начали сезон, вы пара новая, дебютировали в этом сезоне. И, наверное, несколько неожиданно по тому катанию. Наверняка вы хотели откататься чище, лучше и на первенстве, и здесь. Какие у вас сейчас эмоции? Медали это всегда хорошо, но какие вот сейчас у вас ощущения? Ну, если честно, мы, конкретно я, недовольна своей работой, и понимаю, что работы предстоит много. Это конец сезона, и это всегда... Ты скажи. Достаточно сложно, да, держать форму и к концу сезона? Да, уже эта подготовка к соревнованиям как-то утомляет, что ли. Вот, и к каждому концу уже тяжелее готовится, даже морально как-то получается. Что бы вы сами хотели, например, изменить в следующем сезоне, да, чтобы там не было каких-то неточностей, ошибок и так далее? Полин, поскольку ты человек такой уже опытный, была призером юниорских чемпионатов мира, как ты это видишь? Как мы должны начать следующий сезон? Да, как начать работу, может быть, что-то поменять? Мы будем делать работу над прыжками огромную, чтобы это было стабильнее, работать над техникой, работать над подготовкой, и делать это, чтобы это было уже как на автомате, так как не хватает, наверное, не хватает набора... Более сложных прыжков? Нет, не хватает повторения прыжков. То есть, так как мы пары, то мы мало времени уделяем на прыжки, и, следовательно, они страдают, так как парные элементы, так как мы пары спортивные, мы уделяем больше времени парным элементам. Но это ошибка, и нужно работать над прыжками в два раза больше, чем над парными, потому что парные элементы уже устаканились, мы привыкли с Лешей друг к другу, нашли общий темп, нашли работу друг с другом. А прыжки — это... Требует какой-то индивидуальной работы. Индивидуальной, да. У Леши она лучше, а мне нужно работать в три раза больше, чем Леша, так как Леша мальчик, он хорошо прыгает, а у меня это страдает, и мы будем над этим работать. Сезон ведем... Еще мне кажется, что можно поменять последовательность некоторых элементов в программе, чтобы они улучшились немного, но может помочь тоже. У вас это последний старт сезона, или еще вы где-то собираетесь, планируете выступать? Заключительный старт. Да, это был заключительный старт. Будем очень много работать к следующему старту, чтобы произвести в два раза больше впечатлений, чем в начале этого сезона. Так как мы будем уже устаканившиеся парой, потому что этот сезон непонятно, нас никто не знал, и мы должны были произвести первое впечатление и дать шаг в будущее для нашей пары. Я думаю, что мы это сделали, и себя покажем ему в следующем сезоне. Я согласен. Чтобы уже не путали имена, как на награждении, когда неожиданно назвали победителей первенства России. Последний вопрос. Поскольку вы только начали катать, у вас интересная программа, есть какое-то понимание, будете ли вы их оставлять, или поменяете на следующий сезон? Мы поменяем обе программы, и поменяем наше катание. Его надо делать более взрослым, так как следующий сезон будет уже совмещен. И юниорские старты, и взрослые старты. Потому что уже нужно двигаться дальше, а не сидеть в юниорском уровне, так как юниоры – это все-таки другое. Взрослые пары, вот ты на них смотришь и понимаешь, к чему нужно стремиться. Они берут стабильностью, катанием, и нам надо к этому стремиться. И работать в 10 раз больше, потому что еще пока что мы юниоры, и кататься как взрослые нужно, ну, к этому надо стремиться. Ну, я желаю, чтобы ваши все планы сбылись, и чтобы вы в следующем году показали такое катание, которое вы сами хотите увидеть от себя. Спасибо большое. Здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.